друзья добрый день с вами студия новая планетарное телевидение летняя дача на летний летняя студия и сегодня я хочу сказать что это невероятная у меня получается дача каждый день меня как бы посылается вот эти псилоцибы грибочки которые растут на грядках между то перцами то между кукурузой то еще где то 6 штучек то три ну я вот решил их засушивать но самое главное то что я вам говорила и некоторые люди написали что это хрен хрен который вырос двухметровый да я сейчас выйду с вами на улицу и сконцентрируясь на на этом растении вон оно уже большое сейчас мы к нему подойдем секундочку ворачиваемся идем итак сегодня у нас все наше внимание вот на этой штуке вот она значит она выросла посмотрите она выросла выше меня то есть я рядом с ним вообще ну то есть это уже около двух метров высота не какой-то простите ни хрен вот она выросла сама никто его не сажал я сейчас хочу рассказать одну вещь что это такое значит мы изучали но взяли это растение стали искать его на английском нашли скажите мне пожалуйста каким образом вот это растение по каковскому языку называется вага вага и начинала на расти на берегу реки в австралии то есть вообще я вам говорю на нас то у меня есть родственники в австралии по линии моей бабушки до род который бьет от миклухи маклая вот там его жена и родственники какие то есть и вот здесь выросла это вага вага двухметровый сколько она еще будет расти она кажется цветет еще ее называют вот это растение царский скипетр я даже не могу вот вам показать поближе вот его листочки вот она она значит там чего-то вот она пока не знаю но говорят что она расцветет еще ждем пока ну вот вот так растет царский скипетр или еще называют его значит вага вага это в австралии на берегу реки только растет как скажите мне пожалуйста если вы что-нибудь понимаете каким образом у меня то грибочки из мексики оказываются здесь ну ладно они распространены может везде но вот эта самая вага вага она в общем то ну как это сказать у нас про нее вообще не пишут но она каким-то невероятным образом здесь выросла я стала изучать что это за вага вага у него есть еще наше название я уже сказала царский скипетр ну да это похоже на скипетр потому что вот два метра уже вымахала эта штука а еще это называется коровяк обыкновенный значит я вот прямо читаю или еще называется ну видимо за что она так медвежье ухо вага вага коровяк обыкновенный медвежье ухо царский скипетр сколько название от имела это растение это немыслимо так вот семейство каких-то ну не будут не будем разбираться какое семейство это крупное растение до двух метров более покрыто войлочным опушением ну да на листах у него такой такой вот войлок есть она такой мягкая здесь как вот мать и мачеха да вот она мягенькая до войлочную до собранными соцветия желтыми цветами которые еще не не цветут у нас он на значит распространен сейчас уже в мире повсюду природный ареал макаронезия евразия занесен и натурализировался в австралии и новой зеландии в северной и южной америки мама родная скажите меня что это такое как это возможно значит используется как декоративное и как лекарственное растение так значит ну я не буду опять читать очень много тут всякого перри всякого этимология родовое название но я уже сказала еще называется у боже еще и борода так сколько же у нее названий что связано с такой вот какой-то видовой какой-то там блин впервые использован где-то для неизвестной травы около греческого поселения был найден как возле сиракуз то есть понимаете и тут вот сиракузы австралия это привет из австралии я думаю от моих родственников я подумала он инопланетянин какой-то такой высокий а это мои родственники из австралии посылает мне такой привет но он сейчас уже и в сиракуз вот значит с него собирают пчелы пыльцу большом количестве и иногда забивают есть свои соты так я сейчас поехала дальше в народной медицине отвар его цветочков пока цветов еще нет у этого скипетра царского отвар из его цветовые и листья соцветия листьев давно очень эффективно используют для лечения различных кишечных кровяных выделений таких как геморрой кроме того коровяк весьма распространен и его поиски значит уже проблем не вызывают официальная фармакология давно использует его успешно препараты из него из этого растения кроме того отвар его довольно приятен и не вызывает неприязнь как многие горькие лекарственные травы вау но вот это то что я узнала а дальше я буду конечно больше узнавать но представьте сколько в нее названий и борода и коровяк и царский скипетр и вага вага мама родная да то есть столько названий вот и это растение начинала еще раз расти в австралии по берегам какой-то реки тоже название очень сложная появилась впервые то есть уникальная вот скажите мне как вот просто природе да что такое природа мы вообще ничего про нее не знаем вот каким образом вот здесь у меня да такая буйная растительность я ее не трогаю потому что здесь у меня грядки если то здесь у меня вот такая бурная растительность и растет то что чему вздумается да потому что между этой растительностью ирисы есть я буду их пересаживать потом вот еще там чего-то разные розочки сидят цветут видите да я вам показывала все это тут разные цветочки тоже розы будут цвести здесь вот деревья ну в общем я оставила такой здесь растительностью пусть себе растет думаю и вдруг здесь вот ни с того ни с сего вырос этот как там царский скипетр да да этот коровяк царский скипетр вага вага очень интересно очень любопытно и необычно я думаю что если у этого растения еще лекарственное свойство то я думала что там я его шу с ним делать а теперь я понимаю его можно заваривать пить чай из него в общем знаете что вот мои мысли что природа она не дура это понятно она очень сверхразумное существо мы вообще идиоты когда считаем что надо вот брать и косить всю эту траву и почему-то считаем что трава одна поедает значит наши культурные растения я помню в детстве отец у меня выращивал помидоры в траве огурцы тоже как-то всю в саду в траве вот такой большой и все это росло обалденно вкусным вот и вот сейчас оставив такой островок один там вот второй островок такой природы дикой назовем ее дикой да вдруг я поняла что здесь неожиданно начинает появляться совершенно неожиданное растение которое не знаю в нашей зоне ты не растут так что вот я еще попью чай из этого двухметрового великанчика я дождусь когда он расцветет я надеюсь что будут цветы у него в общем это полезное лекарственное растение хорошее такое и в общем я верю в то что она действительно прислана матери природой для того чтобы оздоравливаться вот я думаю что в таком возрасте как у меня у всех уже кишечник там слабоватый и вот для того чтобы предотвращать что-то тот же геморрой мы же основном сидим вот вам пожалуйста отвар из ваги ваги или царского скипетра царь все время сидит на одном месте на мягком да и у него могут возникать гоморрой и мы сейчас тоже как цари сидим за компьютером тоже на своих этих мягких местах и никуда не передвигаемся поэтому заранее надо это использовать вот смотрите как здесь много чего растет вот мне так нравится но в следующем году мы конечно немножечко здесь расчистим пространство по-другому кое-что рассадим пересадим произведем такую небольшое изменение но в принципе мне ужасно нравится то что здесь так растет ну здесь у нас вот кусты видите да ягодные здесь я уже я уже сто раз это вам показывала но все равно отец мы высадили здесь у нас растут эти подсолнухи а здесь еще огурцы может не можем выбросить маленькие они начали расти все здесь растет вот здесь вишенка которая дала 5 вишенок в этом году просто фантастика вот так что мы тут живем радуемся жизни и а помидоры какие молодцы вообще у нас по идее должно быть много помидор тоже еще одна вишенка у нас тут две подружки вишенки растут говорят что они любят расти рядышком это вот всякие кусты тоже которые конечно являются быть ну сплетение всего и ромашек и все но вот он опять королевский скипетр да ребята вот мы с вами шли шли так вот как же так я уже из той стороны его снимаю откуда же эта штука появилась как она здесь обозначилась никто же не сажал она взяла и сама выросла так вот я знаю одно если вы будете в дружбе с природой то она обязательно вам пошлет то что вам нужно нужно только понять что для чего не бояться не пугаться изучать изучать и относиться природе с любовью вот и они не нещадно и и вы как это выпиливать и там что-то свое придумывать рукотворить оставьте природе быть гармоничной она сама с собой разберется как ей вообще расти и стоит делать можно немножко корректировать вот здесь ведь у меня тоже выросли откуда они взялись вот лечебная таволга да вот это вот это таволга видите цветочки это тоже лечебное растение она растет рядом со смородиной вот очень много разных растений растет они появляются сами ромашка сама появилась таволга сама появилась вот этот короля царские господи скипетр тоже сам появился один почему-то пока один совсем один да носки петры должен быть один да у него действительно листья здесь вот с этой стороны мягкие такие бархатные ну в общем делайте выводы и помните что природа это живое сверхразумное существо которое сама может соорганизовать все как нужно вам надо только и и чувствовать понимать и знать и все тогда будет замечательно все с вами была мария карпинская да еще забыла сказать а здесь вот на земле стали расти ну правда машины уже визжать не может вот такие тоже растения мы забыли как они называются тоже декоративные красивые растения желтые стоять эту дорога на которой собственно находится ой господи что это случилось у нас тут отвернулась на которой находится ну дорога вот она же сделана немножко тут забетонирована и вот промежу всем этим вот вырастают такие красивые желтые цветочки все с вами была мария карпинская всего вам доброго до свидания